Доброе время суток, уважаемые дамы и господа! Сегодня я хочу сказать буквально два слова в связи с убийством Алексея Навального. Честно говоря, не хотелось. И сейчас не хочу, по правде говоря. И вот почему. Я, если кто не знает, не русский. Ни коим образом. Поэтому борьба за Россию это не моя борьба. Хотя, конечно, я желаю россиянам жить в нормальном, современном и процветающем обществе. Но не более того, не более чем я этого же желаю в такой стране, как Папуа, Новая Гвинея или Непал. Я все-таки стою на позиции тех наций и народов, которых угораздило жить по соседству с Россией. И для меня их интересы приоритетны, поскольку я сам имею определенное отношение к нескольким нациям, живущим к западу от России. В любом случае, должен сказать, что смерть относительно молодого человека от рук российских карателей, от рук этой мафии, которая правит так называемой Россией, вещь неприятная. Как смерть любого человека, как убийство любого человека. Кстати, почему я говорю убийство? Я охотно верю, что, может быть, он и действительно умер от тромба в сердце. Но, как вы сами понимаете, те издевательства, которым его подвергали в российских застенках, они, пусть даже и не были физическими в прямом смысле, хотя помещение его в арктическую колонию в Северная Сова, это тоже еще то испытание. Но еще раз повторю, те издевательства, которым его подвергали, естественно, подорвали его здоровье. Так что, прямо ли, косвенно ли, его убили? Также, должен сказать, что я глубоко и искренне сочувствую родным и близким покойного. Теперь перейдем к политике. Отмечу на полях, что вообще к господину Навальному много вопросов. Насчет того, кто он, что он и от чего ими не действовал. Но мы это сейчас затрагивать не будем. Умер человек. И сейчас просто не время. Далее, конечно, должен сказать свое мнение о том, правильно ли он сделал, что вернулся в Россию. Хотя знал, что его там ожидает. Я считаю, что это было неправильно. Но кто-то мне скажет, ох, ты такой-сякой нехороший, ты не понимаешь, что значит жертвовать собой. Ну, честно вам скажу, я не святой. Но признаю, что иногда, в крайне редких случаях, жертвовать собой нужно. Но только тогда, когда есть маломальский реальный шанс, что эта жертва кого-то разбудит. Приведу пример. 1984 год. Представители карательных органов коммунистической Польши зверски убили ксенза, католического священника Ежи Попелюшко. И вот эта смерть стала началом конца краха коммунистического марионеточного режима Польши. Потому что вот это польский народ уже не стерпел. Если многие еще думали, ну ничего, при коммуне можно как-то жить, ну не надо раскачивать лодку. А вот тут Польша сказала, а вот теперь все. Вот это вам, панове коммунисты, не сойдет. И не сошло. Гибель Навального, как мы видим, никого не разбудила. И она не может разбудить. Получился не взрыв, а всхлип. Я не хочу сказать, что в России нет хороших людей. Есть и даже очень много. Но беда в том, печаль в том, что эти люди пока не задают там тона. И пока нет шанса думать, что они когда-то будут его задавать. Была ли у Навального альтернатива? Не, ну понятно, можно было сидеть в эмиграции и вещать оттуда. Ну это, как мы видим по так называемым хорошим русским, это неэффективно. Вариант был другой. Пойти по пути, извините за выражение, Пригожина. То есть объявиться на территории Украины, встать во главе русского легиона, который там воюет на стороне Украины. И через Белгород, Айда, на Москву. Опыт Пригожина показал, что таким образом взять власть возможно, и сопротивление практически оказано не будет. Даже если сорвалось бы, но тут риск был разумный. Либо пан, либо пропал. Ну он выбрал иной путь, что привело его к печальному концу. И наконец, еще один вопрос. Не хотелось бы, и сейчас не хочу, но надо сказать. Что бы президентство Навального дало соседям России? Допустим, гипотетически, что он стал бы президентом вместо Путина. Вообще-то маловероятно, потому что у этого человека практически ничего не получалось из того, что он пытался делать. Но, допустим, получилось бы на этот раз. Мое мнение, что для соседей России это президентство было бы не только не лучше путинского, а даже хуже. И вот почему. Своё отношение к соседним народам он показал не единожды. Кому не лень, может погуглить и найти, что он говорил про грузин, про украинцев и так далее. Он также высказал без обвиняков свое отношение к незаконной аннексии Крыма. Однако, что получилось бы, если бы он взял власть? На Западе снова заправилы нынешних западных стран, которые, конечно, прекрасно знают, что такое Россия, и что такое Путин, и что такое Навальный. Но у них появился бы шанс сказать, о, вот теперь в России все в порядке, это демократическая страна, Россия хорошая, Навальный хороший. Так что, соседи, не дергайтесь, отдайте им незаконно захваченные территории у Украины, у Грузии, у Молдовы, потому что Навальный хороший, и не надо его раскачивать. И, естественно, поднимем санкции, будем помогать. То есть, для соседей это было бы хуже. Ну, а в целом это все, больше мне добавить нечего. Желаю вам хороших выходных, и даст Бог еще увидимся. Пока.